ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Куда уезжал? Ты решил вернуться? У меня сигареты, да? Да? Пошли обзор снимать. Обзор хоть куда-то нужен ваш обзор. Знаешь, что ты мне нужен? Мне все... Смотри, давай я тебе расскажу. Давай на будущее. И пацаны на будущее. Динамик стоит очень сложный по названию моделей и по видам моделей. Серега, экономь пленку. Друзья, всем привет. С вами, как всегда, в студии магазин Модерн. И сегодня мы, наконец-то, друзья, начинаем работать с такой вот компанией по автозвуку, как Динамик Стейт. Вот. Значит, мы решили привезти сегодня пять самых популярных сабовых динамиков от этой компании. В следующих выпусках мы привезем еще обязательно эстрадную акустику от этой же компании. Вот. Динамик Стейт уже существует не год на рынке. Довольно-таки фирма популярная в западной части России. Очень нашумевшая. Вот. Она нас тоже заинтересовала. И по просьбе многочисленных мы также привезли ее в продажу. Будем знакомиться и смотреть, что это за покемор. Вот. Значит, повторюсь, привезли мы сегодня пять самых популярных моделей динамиков. А всего будет две серии. Это Custom, серия самая простая, Custom, и серия Pro. Вот. Серия Custom у нас будет представлено три модели динамика. Серия Pro будет представлена двумя моделями динамика. Вот. Ну, начнем. Все, гушу пока. Значит, первая самая модель, самая младшая в линейке Custom и самая бюджетная. Значит, называется она КСВ или ЦСВ322. Значит, упаковка. У, саблых динамика, сразу отвечу. Ну, довольно-таки приличная. С подробным описанием характеристик. Я скажу даже, что поинтереснее, чем упаковка у Фрайда. Значит, это внешне, если говорить. Да, как значит у нас все упаковано. Упакован довольно-таки все хорошо. Скажем так, для транспортировки вполне, скажем так, благоприятно. Вот. В комплекте обязательно идет фирменная наклейка Dynamic State. У абсолютно всех сабовых динамиков. И, соответственно, инструкция по подключению. Как подключать и о характеристиках данной модели динамика. Вот. Ну, давайте посмотрим на это чудо. Значит, вот так выглядит наша первая модель PSV 322. Берем все лишнее, да? Значит, что еще отмечу сразу? Dynamic State, значит. Что они указывают? Они указывают минимальную мощность. Так же, как и S. То есть у них идет минимальная, номинальная и максимальная. Зачем они это делают, Иван? Как вы думаете? Ну, я-то думаю, для того, чтобы показать, насколько... Чтобы не спалили. Да, чтобы не спалили. И показать, насколько у них честные динамики. Наверное. Вот. Ну, ладно. Значит, минимальная мощность данного динамика 300 Ватт. Номинальная мощность его идет 500 Ватт. Максимальная же 1000 Ватт. Ну, Ваня вот уже весь динамик обсленявил у нас. Ничего я не обсленявил. Ну, я весь обсмотрел. Что ты скажешь, Иван? Бюджетненько, добротно. Ну, по качеству сборки... Две катушки, что мы имеем? Два плюс два? Две катушки, два плюс два. Ну, они пишут 1,8 плюс 1,8. Ну, по сути, два плюс два. То есть для подключения в одином его. Медная катушка. Сколько, Иван, размер? Хорошие намотки. Диаметр катушки сколько? Два с половиной, если я не ошибаюсь? Два с половиной. Два с половиной миллиметра, значит, диаметр катушки. Подводящие довольно-таки качественные. Подводящие вшитые. Ага, вшитые. Зажимные терминалы. Вот так выглядит первая модель. Он довольно-таки губастый. Диффузор у нас здесь из непрессованной бумаги идет. И губа довольно-таки неплохая. Чем-то могу сравнение его поставить с УралТТ. Ну, с чем-то он похож на самом деле. Вот. Вот так он выглядит. Что, антикоррозийная, да? С каким-то интересным покрытием. Да, она как пластик получается. Корресом металлическая корзина. Штамповка. Да. Вот первая бюджетная модель. Скажем, для начинающих. Ну, качество, скажем так, довольно-таки у них хорошая сборка. Вот. Цена данного динамика начального 5200 рублей. Вот самое. 322. Резонансная частота 32 Гц. По добротности 0,587 тысячных. То есть где-то ориентировочно 0,6. Это у нас фазоинвертор, либо закрытый ящик. Ну, а в основном это фазоинвертор. Ну, под фазу, под давочку. Да. Самую динамику. Ну, вот, в общем, еще раз скажу. Цена данного динамика 5200 рублей. Вот. Он у нас начинает серию кастомов. Вот. Пойдемте дальше. Посмотрим следующий динамик. Вот он с кастом. Следующая модель динамика у нас идет уже повыше. Подороже. Поинтереснее. Тоже серия кастом. Модель KSV 31.22M. Ну, или KSV 31.22M. Он уже идет помощнее. Не намного, но тем не менее. Минимальная мощность этого уже динамика идет 300 Вт. Номинальная мощность 600 Вт. А максимальная 1200 Вт. То есть, ну, в среднем он мощнее где-то на 100 Вт от предыдущей модели. Вот. Давайте откроем, посмотрим, чем он отличается. Опа. О, ты. Я сразу вижу здесь уже и другой диффузор динамика. Да. Диффузор я сразу скажу уже целлюлозой здесь. Это не прессованная бумага. Не прессованная бумага, а целлюлоза. Вот, пожалуйста. Губа у него поменьше. Иван, посмотри. Такой же мягкий. Он имеет ниже резонансную частоту, чем предыдущая модель. Здесь уже резонансная 27 Гц. И добротность 0,45. То есть, это уже, это уже с такой легкой подвижкой можно поставить в четверть волновика. ЧВ. ЧВ-шку, да. ЧВ, либо ФИ. Такой же феррит. Сколько тут колец-то? Тут даже уже резинка потемнее. Потемнее, да? Ну вот, давай предыдущую поставим модель, да? А так примерно строение динамика, все то же самое. Я иду в плане подводя и так далее. Вот, с ними хочешь снять, посмотреть магнитик? Магнит-то больше. Магнит-то больше, или там так же два. Стой, стой, стой. Да все это можно. Так же два. Так же два. Так же. На вид просто они маленько это. Магнитная система здесь уже сама по себе побольше. Ну, и даже по высоте повыше будет чуть-чуть. Ну и возьмем уже один, скажем так, самую высокую модель данной серии Custom, да? Из Dynamic State. Это значит у нас модель КС. V32.22. Ну, давайте посмотрим, чем она отличается. Вот интересно, что отмечу, динамика стоит, что сложно, что вот они все модели назвали в цифрах, то есть отличается там в одну-две цифры, что, ну, скажу честно, не совсем удобно. Потому что не серия, да, что не серия и так далее. Вот серия КС модели вот пошли, отличается в одну цифру, можно подзапутаться, если честно. Тем более, каждый раз, кто смотрит отзор, или кто хочет себе выбрать динамик, довольно-таки это непросто сделать. Пойдем дальше, значит. Вот, это у нас третья модель динамика. Здесь же мы возвращаемся, как и в первой модели. Значит, давайте заявки. Значит, минимальная мощность динамика, сколько, Иван, у него? Минимальная 700, рекомендованная 750, максималка здесь уже полтора киловатта. Полтора киловатта, представьте. Ну, это самые мощные уже динамики серии Кастом. А диффузор, значит, здесь так же, как и в первой модели, идет непрессованная бумага, да. Кстати, даже похож он в первом построении динамиком. Вот если взять, да. Ну, уже, и при этом мощнее его уже на 200-ватт минимум. Ну, у него полтора киловатта. Он максимальный может, да. И номинал у него указан 750 ватт. А, то есть, даже на 250 ватт мощнее. Вот номинал здесь наталкивается. Вот. Вот так вот он выглядит. Ну, резонанс здесь уже 0,3. Вернее, 30 Гц. Добротность данного динамика 0,4 с копейками. Почти 0,5. Вань, здесь же, наверное, уже и катушка идет, да? Да, я думаю, побольше, наверное, 3-дюймовая, да? Здесь 3-дюйма уже. 3-дюйма катушка, пацаны, идет. 3-дюйма. То есть, у первых двух моделей идет 2,5. Сними поближе. Да. Тут уже 3-дюймовая. Также медь с охлаждением, прошитые подводящие, криминалы все то же самое. Ну, то есть, и здесь уже шайба, что, с прижимным кольцом даже идет. В первых двух его не было. Здесь уже, видимо, то, что и мощность больше, и возможности данного динамика. Поэтому здесь уже шайба уже прижимается. Еще мы не отметили то, что у данных динамиков максимальный ход диффузоров это 14 миллиметров, что схоже с параметрами Альфарда серии Мачете. Вот, значит, 3 модели данной серии. Да, еще раз. КСВ 322, КСВ 31.22М и КСВ 32.22, самый мощный. Значит, цены, я мог запутаться уже с этим моделем. Значит, цена вот самой простой модели 5200, вот этой модели 5600, а вот самой высокой модели, которая самая мощная в кастоме, 6400 уже готова. Ну, так и не выглядит. Три модели. Вот, Ванька, сейчас еще магнитная система, так. Посмотрим внешний. Раз, смотрим, мы все, всю серию кастом. Нахлаждайка хорошая здесь, теплоотводность. Теплоотвод хороший, то есть, и с учетом на перегрев все нормально. На 300 дюймов полтора киловатта смело можно выливать. А, да? Ну, в общем, пацаны, кто хочет для начинающих, какой-нибудь сильно мощный усилитель, берите КС-322 за 5200, я с вас на сильно мощный усилок. Кто хочет уже поинтереснее, помощнее. КСВ 31.22М, ну, то есть он на 400 рублей всего дороже, мощнее на 100 ватт. Ну, а кто хочет уже, у кого есть усилок и более уже лютую давку, ну, это, соответственно, КС-32.22, который уже максимально якум может полтора киловатта. Кстати, по колпаку даже, да, он, смотри, ну, колпак там больше уже. Вот на колпаке. Да. Ну, проклейка собрана. Ну, собрана в России. Пацаны, вы смотрите, клей мы обычно берем привезти в Китае. Не только в Китае, но и в России тоже, в принципе, в принципе, клейстся. Ну, честно сказать, и мы на Альфардах брали, дорогих смотрели, так же. Собраны китайцами в России. Да, 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 да. Вот. Смотрим дальше. Серия ПРО. Серия ПРО мы привезли самые популярные две модели, да. Называться они у нас, значит, будут уже. Серия ПРО артикулы выглядят как PSV302 и PSV30D2. Вот. Начнем с серии PSV302. Вообще, серия ПРО считается самой ходовой и самой покупаемой у динамик Стейсера. Давайте посмотрим, что это за такие вот динамики. Начинаем еще раз повторюсь с PSV302. Его взял. Да, его. Ну, он же по весу такой, скажу, конечно, чем тяжелее. Он же почти весит как полтора кастома. Это же и вид посерьезнее. И вид посерьезнее, да, у него. Нет. Вот, значит, данный динамик. Ну, я скажу уже намного серьезнее. Серьезнее. Значит, у него, что у него тут, да, губа какая. Смотри, мать. Уже так прямо значимо интереснее данный динамик. И жестче. Да, и жестче, и так далее. Значит, здесь материал диффузора уже идет чисто целлюлоза. Вань, покажи еще раз. Целлюлоза влезет. Вот. Номинальная мощность, точнее, минимальная мощность идет у него. 500 ватт. А номинальная мощность 1000 ватт. Максимальная 2000 ватт. Представьте, это уже монстр. Такой более серьезный, уже для серьезных... Тоже с интересным подкрытием. То ли, непонятно, то ли резонансно, то ли декоративно. Шайба с прижимным кольцом, опять же. Два терминала. Терминалом катушек 2 плюс 2. Да, у него вся линейка получается. Да, 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 у него 2 плюс 2. Ну, там 1,8 плюс 1,8 идет. Вот. А что еще отметить, значит, катушка здесь также идет уже 3 дюйма. Вся серия пройдет уже на 3 дюймовой катушке. Ну и магнитик побольше, и модель сама по себе повыше. И у нас на 32, а обратность 0,5. 0,5, да? Ну что, по-седневу. По-седневу уже такой. Ну, а даже можно сравнить. Вань, а тебе ничего случайно не напоминает данный динамик? Я тебе говорю, она чем-то похожа на кое-какой динамик. Да? Она какой же? Да нету. Ну, я понял, скорее всего. Давай, я двойну. Что у нас мысли сходятся? Доставай. Наверное, на этот. Да, да. Вот. Ну, только губа отличается. Строили от корзина, блин, да? И подводящий. Да, все примерно такое же. С резинку даже снять, да? Прямо вот. Вот прям, вот прям что-то около того они. Вот. Ну, только якобы, что он идет помощнее чуть-чуть, да? Якобы. Вот. Ну, по сравнению с моделью PSV-302. Ну, это же не все. У нас же еще одна есть модель. Давайте тогда уж... Если у нас... Интересно. Так, я забыл, цена будет спрашивать. Цена этой модели у нас уже идет рекомендованная. Розичная, значит, 8300 рублей. Вот так же какая же стоит у нас. 8300. Короче, конкурент, прямой конкурент. Ну, и рассмотрим на сегодня самую мощную модель, которая у нас пришла из серии PRO. Может, а не самая мощная серия PRO, но у нас, которая пришла, самая ходовая будет она. Значит, PSV-302. Вот. На сегодня самая мощная модель, которая у нас в гостях. Из динамик стоит. Давайте смотреть, что это за модель. Елки-палки. Она еще тяжелее, Вань. А вот здесь, да, диффузор сразу, да, в глаза кидается, да? Значит, не прессованная бумага, да? А как они все, насколько они разные модели-то? Вот. А мощность уже этого динамика, уже, скажем так, реально монстра. Минимальная мощность его идет 750 Вт. Значит, номинальная мощность 1500 Вт. Максимальная 3000 Вт. Это уже реально монстр, пацаны. Три дюйма. Да, три дюйма у него катушка. Номинал какой-нибудь. Да, да, да. Вот они вот так выглядят, два монстра, да? Вот. Что мне еще, Ваня? Что мне от особенного? Она даже, кстати, меньше по высоте, монтажной глубине. Резонанс здесь 31. Ага. О, наврал. 33 Гц тоже бумажки смотрю. 33 Гц резонанс. Резонанс, добротность 0.48. 0.48, да, у него? Все так же, повседнев, стабильный. Только, ну, получается, мощнее. По цене, цена данного динамика уже идет 9650 рублей. Ну, что уже мощно. Ну, вот эти уже серии Pro реально можно сравнить с этим SP-122. Ну, как сравнить? Внешне. Мы не знаем, конечно, как они играют, потому что информации про них мало, будем, конечно, слушать. Ну, все говорят, что динамик стоит, да они очень крутые, но поэтому мы, соответственно, их привезли, будем слушать. Значит, наша оценка как магазина, да? Внешнее исполнение, она отлично. Упаковка. Тоже довольно-таки все хорошо. В плане цены, качества. Цена, честно, пацаны, цена вкусная за такие вот динамики. Прайда, я думаю, в таком исполнении те же вот, да, будут конкуренты. Они будут дороже. С чем данные динамики сравнивать в ценовой категории? Ну, как мы и сказали, можно сравнивать их с Эджами в ценовой категории, можно сравнивать их с Уралами в ценовой категории. Вот. Ну, и также их остается слушать, смотреть. Вот. Ну, исполнение реально хорошее. Наши динамики, скажем так, и сделаны добротно. Конечно, местами наступает клей на колпака, хотя мы это на других динамиках видели. Так что, это все фигня. Смотреть бы на их живучесть, да. Ну, как Ваня сказал, охлаждение у них довольно-таки хорошее. То есть мощью они, соответственно, будут, думаю, держать. Ну, и все они губастые. То есть, все данные динамики, пацаны, вот все вот эти пять моделей, конечно, желательно использовать в FI, ну, никак не закрытом ящике. Вот. Так что, пацаны, приходите в следующих обзоров. Постараемся уже снять, значит, снять уже у эгострадной акустики, у динамика стоит их. Модели там тоже по-корямому названо, будем долго очень разбираться. Ну, ничего, я думаю, что мы разберемся. Ну, а в остальном, значит, востребованная и интересная довольно-таки акустика. Пацаны, приезжайте. Вот. Иван, вы скажете, как профессиональный? Критик. Ну, пилите Урал. Все, да, ООО? Нет. Скажи мне об этих динамиках. О, Иван пошутил. О. Ну, все, это вы, это обрезка. Каждые шутки есть доля правды. Вот это обрезка. Данные сабвуферы собраны достаточно качественно, хорошо. Куда, какой сабвуфер будет пилиться, для какой машины это будет считаться, конечно же, индивидуально. Будем смотреть, слушать, выбирать, выбирать. Вот. Ну, спасибо всем, друзья, за ваше внимание. Ставьте лайки, пишите комменты. Давайте будем разбираться вместе с этими динамиками, с тейцами. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok